Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения. Мы сегодня будем проводить семинарское занятие по теме «Логические переходы категории «Бытие», «Ничто», «Становление», «Нечто». Задача наша сегодня – как можно дальше продвинуться по этим категориям. Соответственно, были предложены вам некоторые вопросы, вокруг которых мы будем вести обсуждения. Сейчас я их открою, одну секундочку. Да, вопросы были предложены по всему учению «Бытии». Я предлагаю как бы идти маленькими шажками и начинать сначала и попытаться логически двигаться между категориями, самыми начальными. Как раз, ну, если мы дойдем до бесконечного, сегодня будет здорово, а если не дойдем, так не дойдем. Если говорить об ответах, которые были присланы в системе дистанционного обучения, я получил 105 аж ответов. Из них проверил что-то типа 90. В целом, я вижу, что уровень ответов высокий. То есть, я даже послушал, что Михаил Васильевич рассказывал на предыдущей лекции, и вижу, что товарищи излагают то, что на лекции не рассказывалось. То есть, товарищи поняли, что надо изучать источники, читать Гегеля, ну и слушать, возможно, лекции с прошлых лет. Я позже расскажу о том, кто получил зачет, если у нас на этом будет время. И, соответственно, расскажу о типичных ошибках, которые товарищи допустили. Опять же, товарищи, ошибки, которые допускают, все типичные. И при этом не надо мне писать в мою личную почту с просьбой разъяснить, почему ваша работа получила зачет с замечанием. Я все ошибки типичные разбираю на семинарах. Если я буду каждому отвечать в личной почте на сообщения, то это получится, что мне как минимум 105 писем надо будет написать, достаточно длинных, с разъяснениями, с возможным повторением вопросов. У меня на это, к сожалению, просто времени нет. Есть еще основная работа, другая деятельность, которой я занят. Поэтому то, что мы разбираем на семинарах, этого более чем достаточно для того, чтобы определить, в чем были замечания к вашим работам. Поэтому я призываю еще раз, коллеги, не писать мне в личную почту, не пытаться найти меня ВКонтакте, я там присутствую. Не надо мне писать личные сообщения с вопросами о том, чтобы разъяснить мне, почему у меня неправильно. На такие вопросы я не отвечаю. Если есть какие-то другие вопросы, конечно, я отвечу. Но вот о том, почему что-то неправильно в работе, эти вопросы я игнорирую. Поэтому писать мне по этим вопросам не надо. Так, значит, давайте мы поступим следующим образом. Сначала, возможно, мы сделаем так, что товарищи здесь присутствующие, а здесь, как я вижу, присутствует достаточно много товарищей, выступят по тем вопросам, которые было предложено выступать, которые было предложено разобрать. Ну и а дальше, возможно, там какую-то часть я расскажу, если мы, если вот товарищи здесь присутствующие не смогут продвинуться дальше какого-то пункта. Давайте, товарищи, кто хочет ответить на самые первые вопросы, разобрать. Да, давайте вот сюда выходите. Георгий, студент. Служитель. А я студент в другом университете. А, хорошо, да. Значит, первый вопрос, почему начало это чистое бытие? Ну, то есть, мы изучаем диалектику, диалектика это движение категории в языке, и нам нужно понять, с чего мы начинаем это движение, какая у нас отправная точка. Чисто формально-логически мы не можем начать с того, чего нет. Ну, это чисто формально-логически. Вот если я что-то упомянул, значит, оно уже есть, хотя бы в нашем вот разговоре. А вот смотрите, вы говорите, мы, мы должны, вот мы, может быть, надо с мы начинать, с я начинать надо, например. Ну, я же вот, как бы, начинаю мыслить, я? Значит, с я надо и начать. Ну, все, что мы мыслим, это же мы отражаем, отражаем какую-то действительность, правильно ведь? Значит, все наши мысли уже отражаем нечем. Ну, мы от этого сейчас немножко, на самом деле, абстрагируемся. Сама наука логики, она абстрагируется от движения, связи с движением материи. Поэтому мы просто изучаем такое чистое движение категорий. Кто изучает? Вот просто, мне, так сказать, не очень нравится, что вы все время мы используете. Ну, так я вам тогда и предлагаю, если мы, ну, вы, так сказать, сразу же за всех говорите, давайте с вас начнем, с я будем начинать. Хорошо, я исправлюсь. Значит, движение категорий начинается с чистого бытия. Начинаем с чистого... Это движение... Это чистое бытие надо найти. Вот вы говорите, что начнем с чистого бытия. Чистое бытие это. Это так, Герой Валерьевич, я не сказал, мы начнем. Я сказал, движение категории начинается. Хорошо, движение категории начинается с чистого бытия. Вы делаете какое-то утверждение, и тут же у вас появляется чистое бытие, то есть категория, которая не определена никак. Это подход, который в математике используют. Математики говорят так. Определение, математическое ожидание – это, дисперсия – это, интеграл – это. То есть сначала то, что они... Название, а потом то, что они определяют под этим названием. А в науке лойки, в диалектике, немножко должно быть по-другому. Мы видим связь, и мы как бы рассуждаем логически, и докапываемся до очередной категории. И когда мы до нее докопались, и будем говорить так. А теперь мы эту категорию назовем. Давайте накопаемся до чистого бытия. Хорошо. Ну, опять же, начало движения категории, ну, вот это вот развитие категории, начинается с того, что есть. Правильно? Так. Потому что начать с того, чего нет, нереально. Чисто формально-логически. Правильно было бы так сказать. Что бы мы ни взяли за начало, оно есть. Так? Что бы мы ни взяли, вот возьмите все, что угодно, что бы мы ни взяли за начало, оно есть. А раз есть, просто без дальнейшего определения, будем называть это чистым бытием. Ну, или будем так, будем называть это бытием, а поскольку вот это самая первая категория, будем называть его чистым бытием. Вот и все. То есть все достаточно просто, и тут многословия не надо, хотя Гегель вот на эту простую мысль тратит, я сегодня посмотрел, 62 страницы, чтобы вот до этого дойти. Но он себя убеждает больше. Ну а нас убеждать что? Мы понимаем, что есть, и все. Хорошо, теперь рассматривая это есть, это чистое бытие, рассматриваем оно? Рассматриваем, но поскольку это самое простое, самое начальное, мы еще не успели ничего, мы еще не рассмотрели его и не успели. Опять вы говорите, мы не рассмотрели, не успели, то есть как-то все, все с нашим, если бы мы успели, тогда получается, что с чистым бытием что-то другое происходило. Мы надо вообще забыть. Я тоже иногда так говорю, и это мне очень хорошо. Так, как же по-другому? Без местоимения вообще. Да, без местоимения. Если начало чистая бытие, то там уже дальше нечего рассматривать. Все, вот, товарищ правильно сказал, в чистом бытие нечего созерцать. Нечего созерцать, так? Известно только то, что оно есть. Нечего созерцать, нет у него никаких определений, определенностей, хотя мы забегаем немножко вперед. Что такое определение определенности, мы скоро узнаем. Нет никаких определений, нечего созерцать И Собственно Мы пришли к чистому бытию Нет, мы уже от чистого бытия Пытаемся оттолкнуться Всеми руками и ногами Если мы пойдем дальше Не мы, если Да мы уже идем дальше Мы-то идем Вместе с вами Мы договорились, что в чистом бытие Нечего созерцать И у него нет никаких дальнейших определений Да, если нечего Больше созерцать, значит Мы пришли к мысли Ну хорошо, на самом деле У нас в голове, мы изучаем Это движение у нас в голове, когда мы пришли Да, можно говорить, что мы пришли к мысли, а не что Ну действительно, мы же сейчас пришли к ней Вот Другое дело, что этот сам Переход совершается и без нас Если есть Чистое бытие, как начало То оно переходит в нечто Нет, не в нечто Не в нечто, а в следующий Так какая Если мы о ней подумали, значит Да, значит уже переход Произошел Какая Какой мысли, о чем Вот О чем мы мыслим сейчас Когда говорим, что нечего созерцать Нету дальнейших определений никаких О чем мы мыслим Надо назвать вот это То, о чем мы мыслим Ничто Вот, знаешь, правильно он говорит Мы мыслим О ничто Да Соответственно В этом движении Чистое бытие перешло В чистое ничто В чистое ничто Отлично Рассматриваем дальше Рассматриваем дальше Чистое ничто Есть Значит Значит Вот это движение мысли Опять пришло К бытию То есть Чистое ничто Есть Чистое ничто Есть Значит Бытие Значит Бытие Значит мы Значит чистое Чистое ничто Перерастает В бытие Переходит до роста нет никакого переход произошел чисто ничто в бытие так а бытие что а бытие она свою очередь тоже очень но дальше продолжается переход в ничто не продолжается переход бытие уже перешло в ничто мы заметили что чисто вот мы там рассуждали мы так искать и ста искали как чистое бытие переходит в чистое ничто из чистого тебе приходить не что ты сама же перешло это переход совершился знаешь ты бытие перешло не что соответственно а как только мы нашло нашли бытие а тут же она уже перешло не что они что свою очередь в этом моменте немного не понимаю то есть мы скажем так идя с этим движению мысли когда мы переходим от чистого бытия книги к чистому ничто да мы говорим что нечего больше созерцать и вот мы пришли а что же тогда вот какой вот этот вот переходное слово переходная формула от бытия к ничто то есть такая же бытие перешло в ничто потому что потому что чисто чистое бытие перешло в чистое ничто и бытие перешло в ничто от этого уже перешло все там уже все-все сзади. И не то, что мы вот как бы, тут не надо рассматривать, что мы вот так вот идем. Чистое бытие, чистое ничто, бытие ничто, еще бытие, еще ничто. Мы, у нас есть, в итоге оказывается, что есть бытие ничто. И как только мы ухватываем бытие, оно уже перешло в ничто. Как только мы ухватываем ничто, оно уже перешло в бытие. Вот это нам нужно заметить. Всего лишь. Так. Ну вот эту мысль давайте как-то обдумаем. Так. Ну движение, ну получается у нас есть без у нас, получается есть бытие, переходящее в ничто. В то же время это ничто переходит в бытие. Вот это вот движение... То есть мы увидели, мы увидели на самом деле, что не бывает просто ничто. Ну давайте, во-первых, зафиксируем то, что бытие и ничто, они разные. Да? Да. Они разные. Но здесь, если вы внимательно посмотрите, у Гегеля он именно слово разность использует. Неразличные, потому что, когда мы говорим различные, это надо указывать, в чем различие. А разные, они просто разные. Без всякой дальнейшей определенности к этой разности. А если мы на самом деле посмотрим более внимательно, то мы увидим, что они как разные, так и одно и то же одновременно. Потому что, как только мы берем одно, сразу же получается другое. Как только мы берем первое, сразу же получается другое. И поэтому нету бытия и ничто отдельно, как отдельно, да? А есть бытие, переходящее в ничто. То есть, у нас вот мы определили, что бытие может быть только такое бытие, которое переходит в ничто. И ничто, переходящее в бытие. Поэтому у нас нет бытия, нет ничто, а есть движение, исчезновение. Бытие в ничто, ничто в бытии. И это движение, дадим ему название, и это движение называется становление. Отлично. Вот вы заметили, что мы сначала нашли это движение, определили, что там происходит, а потом дали ему название. А так получается, и вот если ответы читать, да, то получается так. Становление это. Это правильно, конечно. Правильно все. Но нам важно видеть эту связь. То есть, мы сначала логически откапываем категорию, а потом называем ее. И, собственно говоря, Гегель точно так же действовал. Он сначала выводил это движение категории, и только потом находил в философии. Иногда он там пишет прямо, что сложно найти ему категорию из философии предыдущей, чтобы поставить на это место. То есть, он все как бы, вот у него была куча навалена предыдущих философских категорий. И он каждую категорию ставил на строго определенное место, выводя эту цепочку движения. Так, хорошо. Спасибо. И вот вопрос еще задам. Я правильно понял то, что мы доказываем перехождение бытия в ничто, потому что чистое бытие переходит в чистое ничто? Мы не доказываем ничего. Мы видим, что чистое бытие, никакого бытия, кроме переходящего в ничто, нет. И никакого ничто, кроме переходящего в бытие, нет. Мы же изучаем движение категории в языке, правильно? Да. В языке. То есть, как в языке чистое бытие переросло в чистое ничто, понятно, да? Нечего больше сказать. А как в языке переросло? Здесь слово «чистое» только означает то, что мы первый раз на эту категорию наткнулись. Больше ничего оно не означает. То есть, не надо, так сказать, считать, что чистое бытие – это совсем другая категория, чем бытие. Это не так. Просто, когда мы первый раз бытие встречаем, мы его называем чистым бытием. А потом мы его уже называем бытием, потому что мы уже наткнулись на нее второй раз. На то же самое бытие мы наткнулись. Это не какое-то другое бытие. То есть, здесь нету каких-то вот россыпи бытия и россыпи ничто, между которыми мы так прыгаем. Есть бытие, есть ничто. Одно переходит в другое. Все. Вопрос можно? Да. Когда мы говорим про это чистое бытие, мы имеем в виду какой-нибудь объект, в принципе? Имеем. Что значит «имею в виду»? Какие категории мы… Бытие может быть чего? Вот ручка. Это уже определенное бытие. Это наличное бытие. Это уже о бытие более сложно. Мы сейчас до этого бытия найдем. А чистое бытие – это просто есть. Первая мысль, которая вам приходит про любой объект, который вы изучаете, он есть. Вы можете это не фиксировать у себя в голове, но эта мысль приходит к вам. В любом случае. Поэтому чистое бытие – это просто есть, без всякого дальнейшего определения. Всякая дальнейшая определенность. Ручка, книжка, машинка, человек и так далее. Просто есть. И все. То есть это к языку относится просто? Не к языку просто относится. Это категория всеобщая. Мы какие категории изучаем? Всеобщие. Значит, они относятся ко всему. Все, что бы вы ни взяли, есть бытие. И все, что бы вы ни взяли, есть ничто. Такая ситуация. Спасибо. Ну что, дальше. Значит, нам теперь нужно взять аккуратненько. Мы дошли до становления. Значит, что мы будем рассматривать? Момент восстановления. Нет. Диалектики всегда. Да, чем закончили, с этого и начинаем. Следующий. Если мы нашли становление, то что мы сейчас будем рассматривать? Становление и становление. Становление. Мы сейчас будем рассматривать становление. И в нем мы что-то будем откапывать, да? Да. Давайте. Кто хочет покопаться в становлении? Давайте я попробую. Давайте. Игорь, слушатель. Ну, тут мы рассмотрели чистое бытие, переходящее в ничто, чистое ничто. А посмотрели в этом ничто. Мы дошли до становления. Вот мы сейчас смотрим на становление. Вы сейчас хотите назад уже. Посмотрели, что и так есть становление, как движение, исчезновение бытия. Ничто, ничто бытие. Рассматривайте вот этот объект. Есть два момента в становлении. Исчезновение нечто бытие. Нет двух моментов. Вы тут категорию тиснули, которая достаточно сложная, и которую, кстати, большинство философов даже не понимают, что такое моменты. Давайте ее найдем. Моменты найдем, да? Категорию моменты найдем. Ничто переходит в бытие, так скажем. Нет, ничто переходит в бытие. Еще раз, мы рассматриваем становление. Как движение, исчезновение бытия. Ничто, и что мы видим. Становление мы видим. В становление мы видим, возникновение, прикреждение. Ну что это? Вы сразу же назвали, уже улетели в это. Мы так быстро не можем думать. Это вы такой умный, а мы так быстро не можем. Нам нужно последовательно. И так, смотрим на движение, исчезновение бытия. Ничто мы видим. Что мы видим? Два противоположных движения. Вот товарищ нам говорит. Пожалуйста, мы видим два противоположных движения в одном движении. Так? Да. Отлично. Мы это видим. И что мы с тем, что видим, говорим? В том, что в двух противоположных движениях есть два момента. Поэтому какие моменты? Что такое моменты? Ну, это... Мы увидели два противоположных движения в одном движении и... Можно сказать, два вида становления. Нет, никаких двух видов тут нет становления. И назвали. Что назвали-то? Что и назвали как? Что увидели. И как мы это назовем? Возникнали? Нет. Вот товарищ нам говорит правильно. Мы увидели два противоположных движения в одном движении. И мы назовем эти два противоположных движения моментами. Вот мы откопали категорию момента. То есть, давайте еще раз. это моменты это так уже скажем что моменты 5 не так не тогда рассматривать становление увидели два противоположных движения в одном движении и назвали их моментами идем дальше назвали момента теперь будем рассматривать эти что мы рассматривать будем рассматривать моменты мы если нашли моменты мы рассматриваем моменты не надо прыгать там туда-сюда значит мы когда говорили что мы сейчас о моментах говорим союз будем рассматривать моменты рассматриваем движение начинает быть явно ничто ничто быть это вот каждый два момента есть становление первый момент это возникновение нет бытия не что нет вы опять тиснули сразу какое-то название нам подсунули вот вам пожалуйста возникновение что такое возникновение откуда оно взялось рассматриваем моменты первый момент это первый момент это у нас произошло в бытие перешло в ничто это бытие переходящее в ничто отлично это мы назвали первый момент так определили вот что первый момент вот этот и ну и конечно противоположный нет здесь опять на вот товарищ нам подсказывать но если мы нашли какой-то объект хороший давайте его сразу назовем возникновение так это у нас бытие перешло не переходила в ничто а бытие это первое что прихождение это получается лучше конечно с возникновения начать действительно но на самом деле здесь все равно они одно ничем не лучше другого хорошо значит мы нашли бытие переходящее в ничто этот момент мы назовем бытие переходящее в ничто мы призываем прихождение отлично дальше дальше если противоположный момент так правильно но если их два мы один рассмотрели назвали его теперь второй ничто переходит в бытие ничто переходящее где это ну так же по схеме мы называем можем обозначить его возникновением назовем его возникновение назовем возникновение и так у нас что что получается мы увидели что у нас есть прихождение возникновения и прихождение и это теперь на линии моменты становления надо моменты становления теперь на становление представляет собой как возникновения и прихождение отлично а смотрите получается так мы начали с того что у нас становление было движение изменения бытия мне что они что бытие а теперь у нас возникновение и прихождение. То есть мы как-то кардинально сменились. У нас получилось два остановления. Можно ли сказать, что это то же самое остановление? Куда бытие ничто-то делось здесь? Ну, оно есть у него, так скажем. Ну, а где оно? Где оно? Где бытие, где ничто? Вот у нас есть теперь у нас остановление, как единство двух моментов. Возникновение и прихождение. Пока беспокойное единство. Да, вот. А где бытие ничто? Они что, пропали? Все? Забыли? Выкинули? Выплеснули? Они переходят друг друга Нет, они никуда не переходят. Они здесь остались. Становление и перихождение это движение. Нет, это не движение. Вот становление само это движение, а моменты это не совсем движение. И это, кстати, ошибку товарищи совершают. Мы сказали, что возникновение это бытие, ничто, переходящее в бытие. В ничто, переходящее в бытие. Это не движение, бытие в ничто. Потому что движение это что-то внешнее тогда получается. Есть бытие, есть ничто и есть нечто внешнее им. Что-то движется от бытия в ничто. Нет. Прихождение это именно бытие, приходящее в ничто. Так что тут в становлении, когда мы рассматриваем возникновение прихождения, где тут бытие, а где ничто? Они тропали или нет? Нет, они и есть в становлении. Так где они, назовите их. Что бытие, а что ничто? В становлении на два момента. Мы договорились, что там два момента. В возникновение и прихождение. Где бытие, объясните мне, а где ничто? В становлении. Вот в становлении два момента. В возникновение теперь у нас и прихождение. Я спрашиваю, бытие и ничто пропали? Или они все-таки здесь остались? Где они? Ну, они в снятом виде. Да они в снятом виде. Они прямо так, как есть вот тут. Потому что, смотрите, мы говорили, что возникновение это ничто, переходящее в бытие. А короче, короче, ничто, переходящее в бытие. Вы слышите, что я говорю? Ничто. Короче, вот товарищ на посаду говорит, ничто. Поэтому в становлении ничто это возникновение. Потому что возникновение это ничто, переходящее в бытие. Где тут ничто? Это и есть становление, это возникновение, это и есть ничто. Удивительно, но факт. А бытие где здесь? В возникновении есть ничто? Да, конечно. А, ну, бытие. Ну, это же ничто, еще раз, мы вот в языке как бы говорим, это ничто, переходящее в бытие. Ничто, Запятая, переходящего бытие Ничто со своей, с некой определенностью Это не просто ничто, а вот переходящего бытие Ну, это ничто, а не попугаи какие-нибудь Вот оно ничто То есть, надо помнить, что ничто Вот оно здесь, рядом с нами И оно возникновение, это и есть ничто Короче, а бытие где? Прихождение Прихождение, вот товарищ нам правильно говорит Значит, в становлении Если мы его представляем как Два момента Возникновение, прихождение, бытие ничто Мы никуда не потеряли Возникновение, это Ничто, а прихождение, это Бытие, как ни странно Да, вот Такие, значит, превратности судьбы Хорошо Дальше пойдем, или Кого-нибудь другого попросим идти дальше Как вы готовы? Чувствуете силы? Когда мы движение успели объединить? Что? Когда мы движение успели объединить? Что? А как в смысле? Ну, мы движением достаточно часто здесь пользуемся Да, мы не успели определить Какие-то слова мы используем Вот мы говорим, что Здесь мы имеем в виду переход По движению мы имеем в виду вот этот переход Логический Бытие перешло ничто, а ничто перешло в дверь Вот в этом, вот это движение мы Общую форму движения определим Когда мы будем рассматривать изменяющееся ничто И потом скажем, расскажем всем уже, что такое движение на самом деле Ну вот, пока так Когда мы будем, например, определение Про определение говорить Там вообще слово сущность появится А мы в этом В учении об идти Что поделать? Какие-то слова нужно использовать Ну как, вы готовы дальше идти? Ну, в становлении, да? Да, давайте, значит, мы рассматриваем становление Отлично Вот два момента Давайте Рассматривать как-то В становлении Мы рассмотрели Ничто И бытие Никуда не исчезло Как бы Оно есть В становлении Хорошо, да Это могу Так Ну тут мы находим Все Спокойную простоту Откуда 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 Это спокойная простота Потому что они переходят В друг друга Бытие ничто Ничто в бытие В возникновении Прихождений И В становлении Здесь, наверное, как раз Обратить свое внимание На вот это На то, о чем я уже говорил На разность Бытие и ничто Мы видим Что Ничто переходит Бытие Перешло бытие Бытие Перешло ничто И В становлении получается Разность То есть Вот Как только мы схватили Бытие Оно уже ничто Как только мы схватили Ничто Оно уже бытие Разность Поэтому разность Бытия И ничто В становлении И что? Исчезает Правильно Подсказывают товарищи Тут нам надо заметить Что становление Только есть Благодаря Именно Разности Бытия и ничто Потому что Как? Подождите Становление Это вот Бытие и ничто Они там Их разность Составляет В общем-то Говоря Само становление То есть Получается Что становление Есть Благодаря Разности Бытия и ничто Но При этом В становлении Разность Бытия и ничто Исчезает Значит Исчезает Само становление Само становление Да Вот оно Так мы Как-то Смотрим Смотрим Они там Разные Должны быть А уже Вот они Одинаковые То есть Ничем Не Различаются Так Исчезает Становление И тут Нам У нас Так сказать Бонус По дороге Исчезает Становление А что Это значит Исчезает Бытие Это мы тут Вытащили С вами Лотерейный Билет Выигрышный Фактически Бытие Превлатил Что значит Исчезает Отрицается Отлично Исчезает Значит Отрицается Это значит Что такое Отрицание Это Нет Вот так Чисто Видимо Да Что такое Отрицание Вот Абсолютно Правильно Товарищ Говорит Не Отрицание Это просто Не И все Больше Ничего Значит Теперь Нам нужно Как-то Отрицать Становление Значит Если оно Отрицается Нам его Нужно Отрицать Но Мы должны Понять Следующее Что Никакого Отрицания В Диалектике Зряшного Просто Не Не бывает А бывает Какое Отрицание Свержение Да Любое Отрицание Это Отрицание С Удержанием Обратите Внимание Дорогие Товарищи Очень Много Товарищей Пишут Отрицание Содержания Откуда Вы это Берете Я не знаю Отрицание С Удержанием С Удержанием Чего С Удержанием Что Удерживаем Вот тут Товарищи Пытаются Рассказать С Удержанием Объектов С Удержанием Предмета С Удержанием Еще чего-то. В чем удерживаем? Абсолютно правильно. То есть с удержанием отрицаемого. То, что мы отрицаем, то и удерживается. Это важно понимать. И вот такое отрицание с удержанием мы будем, как называть? Снятие. Отлично. Снятие. Прекрасно. То есть мы вот так откопали тут категорию снятия. Ну давайте двигаться дальше. Чего снимаем-то? Вы у меня спрашиваете, да? Абсолютно правильно. Мы снимаем становление. Снимайте становление. Нам нужно от него, что это? Снятие еще раз, что это? Это отрицание с удержанием. Давайте про удержание пока забудем. Удержим там потом уже. Давайте про отрицание сначала. Что нужно делать? Отрицать становление. Отрицать становление. Ну, приходи к небытии, так скажем. Нет, мы к небытию пока не хотим приходить, потому что небытие это сложная категория, которая появится у нас вот-вот, но мы про нее еще ничего не знаем. Давайте отрицать становление. Кто может отрицать становление, товарищи? Качественно. Кто знает, как отрицать становление? Вспомним, что такое становление. Вот, товарищ, он подсказывает. Единство. Какое? Беспокойное единство. Беспокойное единство. Беспокойное единство, будь я ничто. Про бытие пока не что забываем. Это беспокойное единство, да? Значит, нам нужно отрицать беспокойное единство. Отрицайте беспокойное единство. да значит спокойно и почему спокойно это давайте отрицайте как-то надо до логическое движение для отрицаем и спокойно и единство надо отрицать беспокойство и отрицать единство давайте так сказать последовательно будем отрицать и то и другое получим то что вы уже сказали но нам нужно вот здесь вся задача изучения науки логики егера видеть эти переходы логические отрицаем отрицать беспокойного единства и снятия с удержания пока про удержание забыли на некоторое время мы просто отрицаем пока отрицание у нас у нас задача отрицать беспокойное единство у нас еще раз два слова беспокойное единство отрицаем беспокойное отдельно отрицаем единство отдельно что получается ну я бы хотел сказать спокойно отлично так а что вы не говорите что когда вот спокойствие вы когда получили когда когда не беспокойно как вот товарищ правильно когда когда вы отрицали беспокойство отрицаем беспокойство не беспокойно это значит спокойно отрицаем отрицаем получили спокойствие. Так, а единство давайте описать, тут посложнее немножко. — Единство? Ну, единство, значит, состоит, не состоит до скорой. — Ну, как-то вот правильно товарищ подсказывал, тут надо поточнее. Единство, это что подразумевает? — Сложное, что-то. — Почему сложно? — Потому что несколько должно быть. — Да, единство — это обязательно, ну, хотя бы два, ну, чего-то, да? То есть это что-то сложное. Отрицаем сложное, получаем. Просто, что, а простоту получаем? А значит, когда мы отрицали беспокойное Единство, нам получили что? Спокойную простоту получили. Отлично, получили спокойную простоту, значит, мы отрицали становление и получили спокойную простоту, называемое. Ну, кстати, Надо понять, это спокойная простота. Она есть? Есть. Она бытие, да? Бытие, да. Ну, уже не то бытие, которое было в самом начале у нас там. Потому что здесь бытие явно с определенностями уже. Потому что мы, смотрите, как долго до него шли. Значит, нам его надо как-то назвать по-другому. Называйте. На личное бытие. На личное бытие. Ну, то, что да, и придет на лицо. То, что есть. Мы пришли к такому бытию, которое нам нужно назвать, и мы его называем на личное бытие. Отлично. Это уже большой прогресс. Не всякий философ дойдет до на личного бытия, я вам хочу сказать. Гене было бы точно делать нечего, если он, конечно, отошел. Делать-то, может быть, ему было нечего. Но категории становления и на личного бытия, это категории, еще раз, они очень простые. Но их содержание не понимают большинство современных философов. Почитайте философские работы. Они под на личным бытием и подстановлением понимают что угодно, только вот не вот это движение, которое мы тут обсудили с вами. Хорошо, спасибо. Так, кто хочет рассмотреть на личное бытие? Будем рассматривать на личное бытие, товарищи? Я буду рассмотреть. Вы уже как-то рассмотрели достаточно. Давайте я попробую. Давайте, попробуйте. Надеюсь, что лучше. Ну, так сказать, мы с помощью аудитории и всех здесь присутствующих разберемся, как нужно. Добрый вечер, кто там за кадром. Я Григорий, слушатель Красного Университета. Значит, мы остановились на спокойной простоте, которую назвали на личном бытие. Будем с него и начинать. На личное бытие, посмотрим на него и, как и во всяком любом бытии, найдем два момента. Нет, подождите, сразу же вы про моменты как-то... А вот здесь надо как раз вспомнить. Мы, когда отрицали становление, когда снимали становление, мы проговорили только про одну часть этого снятия. Про что мы проговорили? Про отрицание. Отрицание. Значит, мы отрицать-то отрицали, а про вторую часть мы ничего-то не поговорили. Про удержание? Да. Значит, что-то должно удержаться. А что там было в становлении? Отрицание. В становлении мы говорили, что это бытие и ничто, да? Бытие и ничто. Бытие где? Оно вот, да? Оно вот на личном бытие. Вот оно и есть бытие, да. Вот оно как было, так оно и осталось. Вот оно, налицо, типа, столько. А ничто? А ничто – это отрицание, правильно? Значит, нам нужно отрицать на личном бытие. Нет, не так. Еще раз, не так. Мы снимали становление, и это значит, что в наличном бытие есть и ничто. Да, абсолютно правильно. То есть, вот это удержание, оно, это ничто, где-то там есть, в качестве остатков, которые получились при снятии. Так, и значит, оно есть, это ничто, но его надо как-то назвать, потому что оно не просто такое ничто, которое там было, оно вот именно, которое мы отрицали, это вот остатки того ничто, да? Теперь его надо назвать. Теперь его надо назвать, а оно называется определенностью? Нет. Нет? Нет. Оно называется как? Небытие. Вот точно подсказывать. Небытие. Ничто в наличном бытие называется небытием. Ну и тут видно, что это другое какое-то ничто, да? Потому что там бытие и небытие, ой, ничто, простите, были как-то равнозначны, а здесь они уже совсем неразнозначны, потому что бытие налицо, а небытие, оно там где-то в нем, его надо покопаться, чтобы там найти. Хорошо. Дальше что мы делаем? А мы всегда делаем… Если мы заключили на небытие, то и начинаем с него дать. Абсолютно правильно. И мы его начинаем что делать? Мы начинаем его рассматривать отдельно, то есть как бытие. Да. Вот. И так как мы взяли его отдельно, то вот это небытие, как говорят, принятое в бытии, то есть рассматриваемое как бытие. Не в бытии, а принятое в бытие. Принятое как? В бытие. То есть мы его рассматриваем как бытие. Не в бытии, а в бытие. Принятое в бытие как… Да. То оно является бытием. То есть оно есть. Вот такое вот небытие принятое бытие. Не совсем точно. Смотрите. Мы рассматриваем небытие, но мы еще помним, что мы на самом деле, у нас как бы бытием является наличное бытие. Поэтому небытие, принятое бытие так, то есть рассмотренное как бытие, что конкретное целое, вот все вместе, наличное бытие и небытие, принимает форму бытия. То есть мы на самом деле рассматриваем это небытие, но помним, что оно в наличном бытие. Поэтому небытие, принятое бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. Давайте здесь надо это как-то осознать. Ну и назовем это, во-первых, эту категорию. Это определенность. Определенность чего? Определенность наличного бытия. Наличного бытия. Все правильно. Здесь вот с этой категорией, она такая, одна из ключевых категорий, которую все используют. Ее путают с определением, с качеством и так далее. Но здесь что важно. Вот давайте назовем, вы можете свою определенность любую назвать? Книга наук и логики. А, если вы все меняли. Вашу, вашу определенность, да. Человек в черной кофте. Вот, отлично. Только не человек в черной кофте. Мы, еще раз, я говорю про то, что надо назвать определенность. Значит, надо взять ваше небытие, назвать его как бытие, и взять его как бытие. Что, ну, черная кофта очевидно ваше небытие, так? Значит, и вот если мы ее берем, как бы, но она еще на вас в нашем мысленном взоре. То есть, черная кофта является вашей определенностью, если она на вас надета. Поэтому, вот, в вашей определенности является черная кофта. Не человек в черной кофте, а черная кофта. Черная кофта, это же не вы. Да, мы оденали, а смотришь. Это же не вы, да. Мы как-то уже вытаскивали. Нет, мы пока еще не изолировали. Мы еще помним, что эта черная кофта на нем надета. Мы это еще помним. И, как бы, мы созерцаем человека. Но мы уже видим, что присматриваемся к черной кофте. А черная кофта, это, я надеюсь, что вы понимаете, что это не вы, да? То есть, это ваше небытие. Но если мы его начинаем так уже потихонечку рассматривать, то это вот как раз ваша определенность. Хорошо. Так, а теперь дальше что мы делаем? А вот теперь мы начинаем рассматривать эту определенность как саму по себе. Уже без меня. Без того бытия, из которого мы работаем. Что мы пытаемся сделать? Какое слово? Изолировать. Изолировать, да. То есть, мы пытаемся эту определенность рассматривать изолированно. И что получаем? Получаем качество. Да. То есть, определенность уже взята изолированно. То есть, вот когда мы пока забыли, что ваша кофта была на вас, и вот уже начали смотреть конкретно на эту кофту, то это уже будет качество. Да? Хорошо, замечательно. Дальше что? Простите, а вот то, что оно изолировано, оно как бы перестает быть, его отрицанием имеется в виду? Вот смотрите, там у Гигеля прямо написано, что в качестве определенность как будто бы отрывается от наличного бытия, но на самом деле никогда от него отделена не будет. То есть, надо понимать, что качество мы как бы, да, мы изолируем, но на самом деле эту изоляцию никогда достигнуть невозможно. Потому что у нас есть связь всего этого движения. Ну, это как вот так вот, да? Ну, вот как-то попытаться, да, вот рассматриваем, рассматриваем, потом мы все равно вспомним, что там мы начинали, что наличным бытием был человек для нас. Так, значит, нашли, мы дошли до качества. Ну, давайте, что дальше делать? Что нам делать? Ну, качество – это бытие. Отлично. Какое бытие? Наличное. Правильно. А потому что никакого другого, ну, не то же самое начальное бытие, да? Это уже наличное бытие. Мы же его сейчас рассматриваем, мы его взяли, изолируем, рассматриваем. Это наличное бытие. Так. Поскольку наличное бытие содержит в себе становление, а значит, содержит свое ничто, то будем отрицать и искать это ничто в нем. Здесь немножко не так, а то мы зациклимся. Получается. Гегель пишет так, что становление является масштабом для рассмотрения качества. Такую фразу вы у него найдете. Хитрая, достаточно фразочка. Имеется в виду, что, ну, качество тоже можно рассматривать. Оно наличное бытие, значит, в нем есть и ничто, и бытие. То есть мы качество можем рассматривать как бытие и как ничто. С двух сторон, как бы. С двух сторон нужно рассматривать. Рассматриваем со стороны бытия качество. Вот если мы качество рассматриваем только со стороны бытия, это? Это реальность. Реальность. А если только со стороны ничто? Это отрицание. Отрицание. Пример можете привести? Все тут любят примеры. Вот товарищи нам пишут в отзывах, дайте пример. Давайте дадим пример, товарищи, какой-нибудь. Еще раз, если можно. Реальность и отрицание. Пример реальности и отрицания. Такую реальность, что вы хотите сказать еще раз. Значит, мы взяли качество, поняли, что оно наличное бытие. Наличное бытие есть в себе становление. В становлении есть бытие ничто. Значит, вот это восстановление является масштабом для рассмотрения качества. То есть качество можно рассмотреть только как, ну там есть ничто и бытие, то есть только рассмотреть как бытие или только рассмотреть как ничто. Пример какой-то. Можешь привести реальность и отрицания? Нет. Ну вот про девушек говорят, да? А вроде это одно и то же. Это одно и то же качество. Но можно сказать красиво, а можно сказать не дурно. Чувствуете, разница-то все-таки как-то есть. Но это одно и то же качество при этом. И вот именно вот этот масштаб, как мы подходим к этому качеству, вот он и составляет разницу между реальностью и отрицанием. Видите, как все закручивается и все логично встраивается. И те примеры, которые мы в жизни видим, вот они здесь возникают. Так. Ну нам остался один буквально шаг до просто прорыва в космос. Значит, мы нашли реальность и отрицание. Давайте их рассматривать. Так, ну это у нас движение мысли было. А на самом-то деле наличное бытие, вернее, качество, реальность и отрицание, они же не отдельно существуют друг от друга. Как, да, как. Ну только что сказали, да, бытие и ничто этого качества не содержится. Это вы правильно заметили. Да, правильно заметили. Но у нас получается такая цепочка. У нас было наличное бытие само по себе. Потом качество, тоже наличное бытие. Потом реальность. Это что? Это бытие или нечто? Это бытие или нечто? Это бытие. Бытие какое? Наличное. Наличное. А реальное отрицание? Ничто. Нет. Как ничто. Оно в форме бытия у нас. Это тоже бытие, точно такое же. И тоже наличное. И реальность. И отрицание. Это тоже наличное бытие. Получается, что у нас, мы вот походили, походили, и все у нас. И тут наличное бытие, и тут наличное бытие, и тут наличное бытие, и в самом начале наличное бытие. И тут цепь замкнулась, и получается, что у нас нет отдельно качества, реальности, отрицания и наличного бытия. А есть только определенное наличное бытие, то есть наличное бытие вместе со своей определенностью. Наличное сущее или... Нечто. Нечто. Вот нам правильно товарищ подсказывает. На этой прекрасной ноте давайте мы сделаем небольшой перерыв. Ну почему не продолжим? Сейчас продолжим обязательно. Не продолжим ли? Ну реальность, она наличная бытие. Ее можно рассмотреть как... Вот в том-то все и дело. Поэтому речь идет о том, что да, и мы зациклились где-то. Нам все-таки надо как-то выходить из этого порочного круга, в котором мы оказались. То есть мы увидели, что все одно и то же. И качество это то же самое, что и наличное бытие. И отрицание это то же самое, что и наличное бытие. И реальность это то же самое, что и наличное бытие. И вот этот факт мы зафиксировали в том выражении, что у нас нет ни реальности, ни отрицания, ни качества, а есть только определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. Там все в нем, вот все это есть уже. Сейчас будем изучать нечто. То есть, получается, что все-таки реальность и качество, оно есть. И это все одно и то женое бытие. Мы как бы за это схватились, потрогали здесь, потрогали здесь, а это все оказалось одно и то же. И этот факт мы вот зафиксировали в таком... И вот это все, да, мы как бы зафиксировали тем, что это у нас не они рядом положенные лежат, а это все одно и то же и назвали это нечто. А нечто это отрицание получается? или в нем есть отрицание отрицание в нем есть становление в нем есть до вне в этом смысле вы правильно говорите дашь это отрицание отрицание первое для семинара смотрите это семинар по рабочему движению на этот семинар приглашаются рабочие делегированные своими коллективами быть членом рабочей партии россии не обязательно если делегировали человека от коллектива то есть есть нет если у человека есть подписной лист которым подписались указано его кем он работает кто подписался фамилия и отчество профессии да и подписи этого достаточно чтобы прийти приехать то есть тогда на заседание этот человек получит право решающего голоса но надо получить то есть суть российского комитета рабочих заключается в том что туда приезжают делегированные рабочие делегированные своими коллективами они просто так пришедшие послушать или что-то самим рассказать их делегировали они туда приехали слушают рассказывают свой опыт и так далее других товарищей на заседание в принципе не запутали допускают то есть там нету и даже вот в этом помещении не будет там есть консультанты российского комитета рабочих товарищи делегированные и они вот там обсуждают свои вопросы вот в думе обсуждают буржула свои вопросы рабочие тоже даже свои вопросы где-то обсуждать вот они это делать на рк и есть кружок диалектики которые вот ведет михаил васильевич по вторникам а где смысле что вы имеете у нас это у кого и есть то есть товарищи я узнаю что товарищи я знаю людей которые организовывают собственные кружки но как бы при этом они не замечены знание науки логики гегеля как то то есть они путаются категориях просто но люди которые не учились специально этому ну как все они поедине показали нигде они вот пытаются какие-то кружки организовать и что-то что-то они там обсуждают качество того что они обсуждают достаточно сомнительно ну или по крайней мере ну конечно нужен человек который изучает это постоянно вот михаил васильевич таким специалистом является а так вот выступлений других товарищей по диалектике то есть по диалектике вокруг диалектики много выступлений но именно как бы рассказать про категории мало кто может продолжаем наше занятие дорогие товарищи и так мы дошли до того что у нас все различия сняты между качеством реальностью отрицанием и наличным бытием и мы увидели что нет всего этого а есть только определенное наличное бытие налично сущее или не что давайте попытаемся проиграться дальше с ней что поработать немножко кто хочет рассмотреть нечто давайте здравствуйте михаил слушатель красного университета значит установились мы на определенном наличном бытии назвали его нечто и теперь соответственно будем рассматривать это определенное наличное бытие или нечто ну я сейчас буду отсылаться на василища в прошлой лекции когда он говорит что как надо понять нечто все-таки там есть не вот это хорошо или плохо вот но на такой нахально стоит не вот с одной стороны но вроде плохое с другой стороны но является бытием определенным наличным бытием по себе и и поскольку она и поскольку она не имеет конкретной окраски нам мы окраску никогда поэтому и нельзя говорить что плохое или хорошее не думаем не нечто почему он не стало вот это интересный день интересный вопрос о плохом и хорошем отрицательное положительное верно поправит товарищ значит нам надо пытаться сейчас разобраться что что из себя представляет нечто и взять его ну я не знаю мы разобрали что такое нечто разобрали нам надо дальше идти надо его рассматривать это нечто и это бытие мы должны сейчас взять пытаемся взять его с отрицанием и то есть что-то такое что не является нечто да думает взяли то откуда мы берем что да вот мы откуда это взяли нечто нам надо как-то вернуться назад немножко вспомнить что это приложить к нечто и тогда вот мы найдем что-то следующее есть себе становление на самом деле вот не что если остановление значит есть бытие ничто да то есть нечто есть отрицание этого нечто но она пока не в нем самом вот и вот это отрицание она как бы тут получается внешне то есть нечто она в нем как бы есть отрицание но если мы отрицаем не что говорим что не нечто а что другое какое и но и но и но и так то есть нечто по отношению к но мы рассмотрели да мы точнее мы пытались нечто отрицать и тут же сразу же получили иное и получается что у нас нечто и иное такие рядом положенные то есть неважно неважно что брать за нечто что брать за иное нужно можем на второй сразу до если мы это не что называем то это и но если это нечто это иное но такие два рядом положенных соответственно мы можем сделать вывод о том что раз у нас теперь нечто есть иное и мы рассмотрели сейчас и взаимосвязь что они являются одним и тем же по отношению друг другу мы можем сделать заключение о том что нечто равно себе и не равно себе нет это мы не можем пока такого заключения сделать во-первых смотрите вот что тут гегель пишет нечто и другое они ближайшим образом равнодушны друг другу другой из тоже некоторые непосредственно на личность мужчин некоторые нечто отрицает таким образом имеет место вне их обоих то здесь что вот первую часть можно проговорили на самом деле что неважно что брать за нечто что за иное а если их как бы отрицание то она и вне их самих вот он прямо пишет а таким отрицали таким образом имеет место вне их обоих вот это первое второе нам нужно нечто вот представить как становление мы хотели хотя сказали что нечто есть становление но нечто не положено еще как становление то есть не представлено нечто как становление моментами которого является тоже нечто вот такую такую фокус мы еще не сделали сейчас пока просто вот равнозначные рядом положенные внешним образом наблюдаемые нечто и иное мы должны получать рассмотреть нечто как содержащие в себе до момента нет мы должны рассматривать давайте рассматривать иное мы только сказали нечто по отношению к новому рассмотрели нечто по отношению к себе мы рассмотрели иное по отношению к ней еще но и то же самое что нечто по отношению к нам это просто другое а теперь давайте иное по отношению к самому себе рассмотрим иное по отношению к самому себе. То есть, то самое иное и иного есть иное. То есть, нам нужно рассмотреть, иное по отношению к самому себе, это иное иного. Рассматривать его. Здесь можно двояко рассматривать. С одной стороны, если мы все это в речи делаем, все зависит от тех акцентов, то есть, если мы берем иное и иное, то есть, иное какое. То есть, оно не такое, как первое. Другое, то есть, сначала мы не равенствуем рассматривать. Это иное, иное, иное есть иное, то есть, иное, другое этого иного. Другое, зафиксировали, да. И одновременно мы можем и рассмотреть равенство, то есть, иное иного, иное, оно же есть иное. То есть, иное и иное, оно при этом и равное. Иного, иного, есть иного, иное. Мы сказали, вот берем иное, то же самое, иное, и здесь иное, и здесь иное, значит, то же самое. Вот теперь, как раз мы приходим к тому, что есть одновременно существование равенства иного себе и неравенства иного самому себе. И раз мы нашли такое, значит, надо его как-то назвать. Вот. А поскольку мы знаем, что иное и нечто, это, по сути, одно и то же. Да. И нечто, равное самому себе и нечто неравное самому себе, мы можем это так же назвать как, получается, изменение, насколько я помню. Да, значит, мы увидели, что нечто, оно не просто у нас теперь нечто вот так вот стоящее и бесхозно, оно равное самому себе и неравное самому себе, то есть изменяющееся. И вот мы докопались до категории изменения и изменяющегося нечто. Так, ну вот, это уже что-то новенькое, и вообще тут, как бы, вот вы, если спросите кого-нибудь, спросите ваших друзей, что такое изменение, вам никто не скажет, что такое изменение. Изменение – это равенство самому себе и неравенство одновременно. То есть у нас нечто оказалось равно самому себе и одновременно не равно самому себе. То есть это не просто нечто. Остался тем же, кем ты есть, только получил… А вот, ну, Гегель пишет, нечто теперь всюду равное самому себе и одновременно неравное самому себе изменяющееся. Вот он так и пишет. Движение или состояние? Нет. Движение, никого движения здесь нету. изменение это равенство самому себе, равенство самому себе. Я равен самому себе. И неравенство самому себе. Вот одновременно вот эти два момента, мы сейчас должны как раз раскопать, что это два момента, это все надо обсудить нам. Но вот просто вот мы говорим, что равенство самому себе и неравенство самому себе одновременно это изменение. И любое нечто оно изменяющееся. То есть оно равно и не равно самому себе. И мы это только что доказали, поскольку в нем есть изменения. И идем дальше. Ну, а поскольку она изменяющаяся. Так, дальше. Значит, мы определили движение, да, определили движение. И должны... Теперь надо, мы тут гору всего уже раскопали. Нам надо уже начать называть это. А, значит, да, у нас же мы говорили про равенство себе. Равенство себе, и вот теперь следует рассмотреть именно вот эти вот... Значит, нечто равное самому себе. Не, нечто, уже не нечто равное, а вот у нас как бы вот эти два, ну, уже моменты на самом деле зафиксированы. Равенство с собой. И неравенство с собой. Все, все, мы уже назвали это. Мы уже определили это теперь. Вот эти моменты, они для нас новые. Момент равенства с собой, момент неравенства с собой надо назвать. Ну, все это. Значит, рассмотрим тогда для начала. Первое – равенство с собой. Получается, что… Нет, не рассмотрим, а назовем, давайте. Назовем. Ну, если сразу называть, то… Да, конечно, сразу. Равенство с собой. Вот мы увидели равенство с собой, и на момент равенства с собой называем в себе бытие. Моментом недавно было два противоположных движения в одном движении. Или это… Там у нас это было связано с движением, потому что вот этот переход был. А здесь под моментом можно понимать также что-то противоположное, связанное, связанное, неразрывное в одном. Неразрывное в одном. Вот мы видим, что у нас есть… Подправили определение. Не подправили ничего. На слово «движение» там было связано с этим переходом. Вы под движением понимаете только какую-то механику. Нету никакой механики. Вот эффект, там не переживал, что вы не определили. Не переживайте. Так, ну вот, в себе бытие мы определили. Да. И теперь неравенство с самим собой – это бытие для иного. Так. Вот. Оно так и называется. Значит, раз мы их нашли, определили, теперь можно рассмотреть, опять же, каждую из этих двоих. Так, ну дальше я вот не уверен, что готов продолжить, потому что там как раз самые вопросы возникают. Да, давайте, давайте… Спасибо. Садитесь. Да. Значит, нам тут нужно сделать такой еще шаг, который, может быть, непонятен. Значит, смотрите, у нас есть два момента – в себе бытие и бытие для иного. Моменты связаны. Но во в себе бытие присутствуют, то есть если бы это просто были вот такие связанные моменты, и в себе бытие было только разница с собой, то нечто бы переваливалось в иное. Значит, во в себе бытие есть что-то, что активно противостоит, но нечто, оно же не разваливается в иное, оно же не перескакивает в иное, никаким образом. Если бы там было вот только бытие, бытие для иного ничего не противостояло в нечто, тогда нечто перевернулось в иное сразу же. Вот во в себе бытие, в равенстве с собой, есть еще момент, третий момент, как у Гегеля написано, который активно противостоит, не просто в единстве с бытием для иного находится, а активно противостоит моменту бытия для иного. И этот момент Гегель называет «в нем бытие» или просто «в». Итак, еще раз, в себе бытие различили момент, который активно противостоит бытию для иного, иначе бы нечто просто переходило в иное сразу же, и все, и ничего бы не было дальше. А бытие для иного противостоит, получается? Нет, в бытие для иного, оно для иного, это не равенство с собой, оно вот там, если мы рассматриваем этот момент, это момент перехода в иное, в другое. Поэтому, а мы рассматриваем же нечто, но мы рассматривали для себя бытие, в себе бытие, извините, в себе бытие, для себя бытие, это следующее дальше, в себе бытие. И в нем различили дополнительный момент «в нем бытие» или просто «в». Теперь так получается, что все, что мы говорили, вот мы говорили про нечто, но мы с чего начинали? Что у нас есть качество, у нас же было там где-то качество и наличное бытие, точнее, качество и определенность. Значит, все, что мы рассказали тут про нечто, качество же тоже нечто, верно, применимо и к качеству. И вот здесь, как чертик из табакетки, выскакивает, можно это почитать, как это у егера происходит, все вот эти рассуждения, вот этот момент в нем бытия надо рассмотреть и в качестве. Да, значит, в качестве и в определенности. Определенность, так, сейчас, качество, точнее, качество, качество, которое есть в себе, вот момент в себе, в простом нечто, и существо находится в единстве с другим моментом этого нечета, в нем бытием, называется определением. Определение. Давайте поймем, что тут наговорено. Определение. Значит, здесь две вещи указаны. Качество, которое есть в себе, то есть момент в себе, то есть это такое качество, которое сохраняется в изменениях, то есть оно равенство с собой. Сохраняется в изменениях, то есть вот нечто изменяется, а вот это качество, которое мы называем определением, оно сохраняется вот в этих изменениях. Это первый момент. И второй момент. Оно сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем мытием. То есть это такое качество, которое еще и противостоит активно перехода нечто в иное. И вот такое качество называется определением. Что значит сущностно? Да, да, да. У нас были такие ситуации. Так, значит, какой-нибудь пример, как всегда просят, какой-нибудь пример. Давайте я сейчас подумаю о каком-нибудь примере. Давайте возьмем определение капитализма. Кто-нибудь знает определение капитализма? Капитализм это такая общественно-экономическая формация. Нет, формация. Что-то вот слишком сложно. Сложно? Да. Не, я не знаю, что такое формация. Там проще не было. Это что? Чтобы не знать, что такое капитализм? Это производство производства, да? Нет. Сейчас у меня собственность. Определение нужно. Нам нужно найти такое качество, которое сохраняется во всех изменениях и противостоит переходу в иное. Товарное хозяйство. Товарное хозяйство развилось до такого момента, что рабочий труд стал... Или товарное хозяйство какое? Всеобщее. Всеобщее. Все достаточно. Всеобщее товарное хозяйство. То есть все стало товаром. Когда все стало товаром, это капитализм. В том числе и рабочая сила, естественно, стала товаром. Рассматриваем вот это определение. То есть мы нашли такое, указали такое качество в том, что мы определяем в капитализме. Капитализм – это всеобщее товарное хозяйство. То есть понятно, что товарное хозяйство – это не из капитализма. Ну капитализм – это какое-то качество всеобщности товарного хозяйства выделили в капитализме. Теперь давайте рассмотрим. Покажем, что это действительно определение капитализма. Нам нужно указать, что оно сохраняется во всех изменениях капитализма. Капитализм изменяется? А какие изменения капитализма мы знаем? Свободной конкуренции и монополистический капитализм или империализм. Понятно, что и в капитализме свободной конкуренции, и в империализме вот это качество, всеобщее товарное производство, оно сохраняется и там, и там. Дальше, теперь нам нужно указать, что оно противостоит активному переходу гоноя. Что такое иное для капитализма? Коммунизм? Коммунизм, хорошо. А еще? Феодализм, правильно. С одной стороны феодализм, с другой стороны социализм. Да, ну коммунизм, коммунизм в первой фазе. Коммунизм в первой фазе это нетоварное производство, принципиально нетоварное производство, поэтому вот эта всеобщная товарность противостоит в капитализме переходу в социализм. То есть, вот эта всеобщая товарность, она отталкивает от социализма. И с одной стороны, а с другой стороны феодализм это тоже, это не товарное производство, а производство, так сказать, натуральное. Натуральное, да. И поэтому это вот качество также противостоит переходу. То есть, если капитализм будет переходить в феодализм, то вот эта всеобщая товарность, она как бы ему будет мешать, она будет явно противостоять этому переходу. Вот и все. Получается, если она не мешает, это переход совершается. Ну да. То есть, это вот, поэтому мы вот так показали, что это, вот это вот то, что мы назвали, это определение капитализма. Качество, которое себе в простом нечто, и случайно находится в единстве, с другим моментом этого нечто, в нем бытьием. Мы отвлеклись здесь на примеры, но примеры, вот все примеры определений, которые вот мы даем, их можно таким образом понимать и так вот о них рассуждать. Я хочу сказать просто, что, ну, вот это вот, вот эти категории, они не просто так валяются на, так сказать, небосклоне, и мы на них смотрим. Они применяются в, когда мы говорим уже про конкретные вещи в общественном бытии. Просто о том надо говорить, не просто читать, надо говорить о том, и то все. Иначе не понимаем. Желательно. По поводу определения определения, что значит простое, почему простое нечто, для чего здесь это сказано? Да, это хороший вопрос, это хороший вопрос, и где-то, по-моему, об этом сказано, но я, честно сказать, не помню, вот почему простое нечто, не могу сказать сейчас. То есть, видимо, нечто ни с чем не единое, а взятое, вот, как простое. Да, скорее всего, но здесь я боюсь, боюсь спутать, не помню, надо почитать еще внимательнее. Да, хорошо, это заметили. Да, 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 все везде, все везде. Давайте пойдем дальше. Значит, у нас... Так, нам еще нужно рассмотреть работы, которые присланы нам. Значит, давайте быстренько уже поедем, так сказать, как скорый поезд с Апсан. Значит, мы сказали, что про качество, которое есть в себе просто нечто, и существо находится, единственное, с другим моментом этого нечто, в нем бытием, называется определением. Теперь мы берем определенность, да, и определенность, которая есть лишь бытие для иного, то есть, вот, второй момент, есть лишь бытие для иного, это характер. И потом можно доказать, что мы представили нечто, как становление, моментами которого являются два нечто, это определение и характер. Вот у нас есть нечто и иное, на самом деле, потому что, если рассматривать определение и по отношению к характеру, это нечто иное, но они находятся в единстве, и они являются моментами одного нечто, самого нечто. Так, дальше. Мы увидели, что есть определенность, вот эта, про которую мы всегда говорили, которая соединяет и разделяет два нечто. Она одновременно есть и в определении, и в характере, потому что, ну, характер это качество, да, то есть, определенность взята, изолирована, а, ой, извините, определение это качество, то есть, определенность взята, изолирована, а, извините, просто, так и сбился. Значит, да, определение – это качество, то есть определенность взята, изолирована, а характер – это определенность, которая есть лишь в бытие длинного. То есть это вот та же самая определенность, только ее с разных моментов на нее мы посмотрели. Таким образом, мы увидели, что есть определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Эта определенность называется как? Граница. Граница. Отлично. Отлично. Дальше надо увидеть, что нечто выходит за свою границу благодаря вот этому моменту бытия для иного. Поэтому есть предел и должествование, то есть предел, как сама граница, которая переходит, то есть нечто выгоняет само себя за свою границу, это можно показать. А должествование – это просто такой момент, быть тем, кто я не есть. То есть если я говорю, что мне надо читать Гегеля, это что значит? Что я могу и не читать Гегеля. Гегеля, рассказывает нам, что мы должны построить крепкую промышленность. Что это значит? Что они еще не построили. Они только это и говорят. Больше ничего в этом утверждении нет. Они просто говорят, что мы еще эту крепкую промышленность не построили. Если перечитываешь. Что? Я должен перечитать. Я должен перечитать, значит, я еще не перечитал. Это я говорю, что я еще не перечитал. Сообщаю вам таким образом. Я еще не перечитал, я перечитал. Так, движемся дальше. Забыли мы сказать, что нечто взятое со своей имманентной границей, а имманентное что означает слово словечное? Внутренне присущее. Внутренне присущее, да. И понятно, что вот эта определенность, которая, если я это разделяю в два вещи, она внутри закопана. Нет, нечто взятое со своей имманентной границей есть конечное таким образом. Моненты конечного – это граница и должествование. Извините, пределы должествования. Дальше конечное выходит в другое конечное. Можно это показать. И вот так вот одно конечное выходит в другое конечное. И это конечное в следующее конечное. И получается такая дурная бесконечность, когда конечное переходит в другое конечное. И это конечное в другое конечное. И тут нужно логическим усилием показать, что на самом деле существует только бесконечное, а конечное – его момент. Ну и дальше пробежаться по следующим категориям и дойти до одного. Один – это вот такая важная категория для того, чтобы перескочить к количеству уже. Но мы это делать не будем. Мы достаточно рассмотрели. Ну и, в общем, заявлено у нас было дойти до нечто. Мы до него дошли. С чем вас и поздравляю. Давайте посмотрим на работы, которые были присланы в системе дистанционного обучения. Значит, я не буду сегодня, чтобы еще сэкономить время, может, на какие-то вопросы ответить. Не буду перечислять всех тех, кто зачет получил. Один товарищ получил незачет. Я об этом скажу. Я просто рекомендую товарищу написать, во-первых, написать, на какой вопрос он отвечал. Потому что я не понял, из ответа на какой вопрос он отвечал. А во-вторых, все-таки написать что-то содержательное. Так. Евгений Борисович Антонюк пишет нам, что снятие – это отрицание содержания. Много товарищей пишут. Внимательнее. Снятие – это отрицание с удержанием. Качество, пишет нам товарищ, это момент бытия, выражает существенную определенность рассматриваемого предмета, такого, какой он есть. Товарищ списал это, очевидно, из какого-то плохого словаря философского. Но это набор слов. Существенная определенность рассматриваемого предмета, то есть предмет тут какой-то есть. Мы никого предмета не рассматривали и так далее. Изменение, смена, содержание, переход из одного состояния в другое. Да вот это принципиально неправильное изменение – это два момента в одном. Равенство и неравенство с собой. И все, и больше никакого содержания тут нет. И состояние не переходит из одного в другое. Граница – одна и та же определенность, которая разделяет два нечто. Не только разделяет, но и соединяет. Ольга Александровна Арбутовская. Снятие преобразования, в котором наличные формы и принципы устраняются, отрицаются, но вместе с тем сохраняют, удерживают свое значение, как подчиненные моменты новой целостности или системы, одновременное уничтожение и сохранение чего-либо. Вы чувствуете силу определений? Мы до такого еще не дошли. Нам далеко еще до того, чтобы такие определения давать. Для нас снятие – это просто отрицание с удержанием. Качественное изменение системы с одновременным сохранением прежнего его состава или формы. То есть где-то рядом, какие-то многословия, где-то рядом, но не про то. Бесконечное количество нечто – это дурное бесконечное, пишет Ольга Александровна. Но это неправильно. Дурное бесконечное – это нечто, переходящее в другое нечто, переходящее в другое нечто, ой, точнее не нечто, а конечное. Конечное, переходящее в конечное, переходящее в конечное, переходящее в конечное – это есть дурное бесконечное. Дарья Игоревна Артамонова пишет нам. Категория качества, как характеристика сложной системы, выражает собой то, что является специфичным только для этой системы, и одновременно образует самое общее свойство этой системы, присуще всем ее элементам. Система, элементы, характеристика, сколько нужно знать для того, чтобы определить качество. Ну просто ужас. А все на самом деле значительно проще. Так, Василий Юрьевич Балашов. Вот, да, начало чистое бытие, потому что вначале мы знаем о бытие только то, что оно есть. Не мы знаем, а нечего больше сказать. Даже если бы не мы это знали, и не мы бы рассматривали бытие, то тоже было бы все то же самое. В этом смысле есть как бы идеалистическая составляющая здесь, потому что действительно мы рассматриваем мысль нашу, но кто бы этим ни занимался, он должен прийти к тем же самым результатам. Очень важно. Так, Беляева Ольга Константиновна. Да, снятие это отрицание содержания. Неправильно. Игорь Борисович Веремчук. Изменение это бесконечный переход определенного бытия в наличное бытие. Ну это просто неправильно. Иван Викторович Викторов, снятие, преобразование, в котором наличные формы, вот что-то мы про эти наличные формы где-то уже видели. Да, это вот Ольга Александровна было. То есть товарищи явно списались с Википедии или со словаря философского. Не надо списывать с Википедии, с философского словаря, потому что теперь вот вы, немножко изучив эти категории, самые простые категории, вы понимаете, что там написано полная чушь в этих словарях. Так, Станислав Валерьевич Золынец. Снятие момент развития, в котором соединены как отрицания, так и сохранения. Тут почему-то развитие привлечено к снятию. И видимо товарищ пытался про изменения нам что-то написать, но это не момент развития никакой. Так, граница это опосредование. Опосредование, кстати, опосредование, это посредом получается. Хотя вы увидите, что в словаре Даля написано, что это одно и то же сопосредствование. Но если вы почитаете Владимира Ильича Ленина, полное собрание сочинений, вы нигде не увидите слово опосредование. Он везде, у него используют слово опосредствование, потому что это значит посредством, посредством чего-то. Вот как-то, может Владимиру Ильичу виднее в данном смысле. Качество, непосредственная определенность, благодаря которой нечто есть то, что оно есть, теряя которое, оно становится иным. Опять иное какое-то появилось, когда мы говорим про качество, никакого иного у нас нет. И нечто еще никакого нет. Качество это определенно взято изолированно. Надежда Александровна Габрилова. Да, товарищи, я все понимаю, здороваться со мной в ответе не надо. Вы тратите строчки, которых конечное количество, на то, чтобы написать мне «добрый день». Мне приятно очень это. Но это вовсе делать не обязательно. Сразу же можно писать ответ. А еще лучше писать вопрос, на который вы пытаетесь ответить. Это значительно лучше. Потому что в данном случае у Надежды Александровны, она написала «добрый день», а на какой вопрос она отвечает, она и не написала. Но тут по тексту понятно. Качество это категория диалектики. Замечательно. Можно про все вопросы писать, что определение это категория диалектики. Бытие это категория диалектики. Которая выражает существенную определенность предмета, благодаря которому он существует, именно как такой, а не иной предмет. Чистый философский словарь или Википедия. Алексей Владимирович Добрынин. Моменты становления, возникновения и прихождение. Прихождение это когда кто-то пришел. А прихождение это когда наоборот ушло. Ушло. Прихождение. Все приходящее. А не приходящее. Так что внимательнее здесь. Граница. Линия соединяющая и разделяющая два нечто. У вас какая-то линия. То есть надо знать, что такое линия. Это какой-то геометрический объект или что? Определенность. Соединяющая и разделяющая два нечто. Так. Георгий Михайлович Ильинский. Снятие отрицания с удержанием. В реальном мире нет другого отрицания, кроме того, кроме как такого, при котором обязательно было бы удержание свойств отрицаемого предмета. Свойство получилось. Появилось. Свойство. Это сложная категория сферы сущности. Да, кстати, в некоторых переводах свойства с характером путают. Правильно, в учении о бытии речь идет о характере именно, а не о свойстве. И это разные категории. Алексей Сергеевич Корышев. Возникновение движения ничто в бытие, а прихождение движения бытия в ничто. Это не движение. Вот здесь я бы все-таки хотел обратить ваше внимание, как Гегель об этом пишет. Раз сегодня я читаю тут, и мне что-то не нравится такая формировка, решил посмотреть, да, уже у Гегеля. Вот он пишет. Становление таким образом дано в двояком определении. В одном определении ничто есть непосредственное, то есть оно определение начинает с ничто, соотносящегося с бытием, то есть переходящего в это последнее. Видите, он говорит все время про ничто, которое переходит в бытие. Он не говорит, что это движение или это переход. Нет у него такого. В другом бытие дано как непосредственное, то есть это бытие, переходящее в ничто. То есть оно, определение, начинает с бытия, которое переходит в ничто, возникновение и прихождение. Нет у никого, вот это не движение и не переход, а это ничто, переходящее в усе и бытие, переходящее в ничто. И с Гегелем мы в этом солидарны. В моменте. Так. Иван Александрович Масальский. Два момента возникновения и прихождения. Первый характеризует становление как движение от небытия к ничто. Опять, не просто движение даже небытия к ничто, а от небытия к ничто. То есть что-то третье движется, в котором возникает бытие. Возникает в кавычках. Что значит возникает бытие? Никакое, нигде оно не возникает. Возникновение – это ничто, переходящее в бытие. Никто тут не возникает. И надо понимать, именно возникновение не то, что что-то возникает, а возникновение – это ничто, переходящее в бытие. И обратно. Здесь у товарища такая же ошибка. Константин Машкин. Небытие. Помещенное в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. Есть определенность. Ну и так далее. Не помещенное, а принятое в бытие. Что значит помещенное в бытие? Принятое. Мы принимаем небытие за бытие. Артем Григорьевич Миниев. Возникновение – опять переход, ничто, прихождение – это переход. То есть возникновение и прихождение рассматриваются как переходы, а не как ничто и бытие. Эдуард Мукон. Снятие отрицания бытия вместе с его удержанием. Не обязательно бытия, это просто отрицание с удержанием. И тут товарищ нам пишет. Например, социализм. Низшая стадия коммунизма – это капитализм в снятом виде. Правильно. Это правильное утверждение. То есть социализм отрицает капитализм и не содержит в себе присвоения прибавочной стоимости буржуазным классам и классов, как таковых. Но содержит в себе все прогрессивное, что дал миру капитализм. Индустриализация – технический прогресс. Значит, тут эти модные словечки, использованные – индустриализация и технический прогресс. На самом деле социализм выбирает из капитализма, удерживает только одну вещь. Что он удерживает? Производительное себя. Ну да, крупное машинное производство он удерживает. Потому что основа социалистического производства – это крупное машинное производство. Социализм вот так сразу же сам из себя на основе, скажем, мелкотоварного производства не может построить крупное машинное производство. Поэтому он его удерживает из капитализма и забирает его из капитализма. И расширяет и дополняет. Просто индустриализация и технический прогресс Это вот такие новогодние словечки Которые могут ничего не означать на самом деле Граница Это одна и та же определенность Которая разъединяет и соединяет два нечто Не нечто, а нечто Товарищи, проверяйте то, что вы пишете Текст написали, можно ворд загнать Посмотреть, что он вам почеркнет Ну или желательно прочитать Хотя бы один раз Кайрат Газизович Насиханов Товарищ, которому зачет я не поставил Ему нужно переписать Потому что он здесь Я не понимаю, на какой вопрос Кайрат Газизович, вы пытаетесь ответить Не буду зачитывать этот поток мысли Но я не понимаю, откуда вы это взяли И это не имеет никакого отношения Ни к одному из вопросов, которые были поставлены Так, да, пишет Извините, не могу ответить на другие вопросы Болею Выздоравливайте и отвечайте хотя бы на один вопрос Ольга Владимировна Прохорова Становление от движения исчезновения бытия в ничто, а ничто в битие В битие исчезает ничто Так, становление противоречит самому себе, внутри самого себя Потому что соединяет себе нечто противоположное себе Нет, не противоречит становление самому себе И вообще, противоречие Это категория сферы сущности Для того, чтобы знать, что такое противоречие Нужно знать, что такое рефлексия Что такое рефлективное определение Что такое исключающая рефлексия Что такое полагающая рефлексия В общем, много чего нужно знать К становлению это никакого отношения не имеет Противоречие там дальше, дальше Где-то мы найдем, дойдем до него Александр Владимирович Проценко Почему начало чистое бытие? Потому что вначале мы ничего не знаем о нем, кроме факта существования оного Факт существования оного Не потому что мы знаем его факт существования Потому что все, что мы не взяли, оно есть Поэтому начало чистое бытие Снятие – это преобразование с удержанием Тоже новое слово в науке Качество – это результат скопления количественных характеристик Ну тут я вообще не знаю откуда вы это взяли, это совершенно неправильно Изменение – это переход количества в качество и наоборот во времени Новое слово в науке опять же Козлова Татьяна Игоревна Почему начало чистое бытие? Потому что чистое бытие включает в себя абсолютно все, в том числе и начало Это хорошее соображение Но оно неправильно изложено Действительно, если мы рассмотрим категорию Если мы уже в категорию чистого бытия То мы увидим, что из него, из этого, из чистого бытия Все категории как бы вырастут Значит, вообще-то говоря, чистое бытие содержит и абсолютную идею в том числе в себе В каком виде? В снятом виде Значит, можно говорить, что чистое бытие – самая, так сказать, простая категория Но в то же время надо помнить, что из нее все и вырастает Она и самая, можно сказать, самая сложная в этом смысле Вот, но начало чистое бытие, собственно, совсем не по этому Снятие это… так, извините, перепугинул Качество – внутренняя определенность предмета, характеризующая явление или предмет в целом Но мы это обсуждали уже, это неправильно Качество – это определенность взято изолированно Все, товарищи, я высказался по работам присланным Я думаю, что того, что мы сегодня рассмотрели И то движение, которое мы рассмотрели сегодня, вполне достаточно Для того, чтобы вам самим, если вы не поняли, почему вам поставили Если я не рассказал про недочеты вашей работы вот здесь Вполне достаточно нашей дискуссии сегодняшней, чтобы определить, в чем ваши недочеты были Мы сегодня очень подробно рассмотрели движение категории Переходим к ответам на вопросы Да, а как применить диалектику квантовой механики? Значит, дорогие товарищи, мы уже это обсуждали на прошлом занятии Диалектику квантовой механики применять можно, потому что диалектику можно применять ко всему И в квантовой механике, так сказать, кажется, что даже вот это применение наиболее естественное Потому что там одновременно вот этот корпус кулярно-волновой дуализм имеет место То есть здесь уже элементы двойственности имеются Мне неизвестны работы, чтобы прямо применяли диалектику в квантовой механике Как систему категорий? Я этих работ не знаю Если вы знаете, скажите мне Применить можно, потому что категория диалектики всеобщая Допустим, что я хочу дать определение чему-то Как понять, что я нашел нужное качество и теперь готовы дать это определение? Вам нужно понять, что это качество сохраняется в изменениях и противостоит переходу в иное В чем разница между философскими понятиями и воровскими понятиями? Я, честно сказать, знаю, что такое воровские понятия Философские понятия – это всеобщие категории А вот воровские понятия, мне кажется, что все-таки это не всеобщая категория Понятия с определенностью Я прикрепила ответы в СДО сегодня после 18-й Кирилл Анатольевич примет работу? Надо высказать долг среды или можно отключительно? Значит, если вы прикрепили в 18 часов, очевидно, что в 18 часов я нахожусь в движении к данному месту Поэтому на данный момент я не проверил еще вашу работу Я постараюсь все работы, которые пришли, которые я еще не проверил, там их было 10 штук или 11 И которые придут, я постараюсь их проверить, поставить зачет, зачет замечаниями или не зачет Но, товарищи, значит, задача все-таки не получить оценку в СДО, хотя это важно Задача понять самому, в чем ваши ошибки И это понимание вполне может прийти, если вы прослушаете сегодняшний семинар Можно ли сказать, что категории диалектики уже существовали к моменту жизни условного реставра? Да, можно, конечно, они всеобщие Их не назвал никто, а категории движений-то не существовало? Пока все Хорошо Очень вопрос Да, давайте Качество, оно одно? Конечно, это определенность, да Все вопросы? Просто, ну, в русском языке у нас же много качества языка Ну, не про то, да, немного? Ну, качество, рост, вес Нет, подождите, подождите В определении качества оно одно, да Вот если мы говорим про определение А в принципе качество много Можно взять, не бытия, а можно взять, набрать много всякого Я буду про конкретное место и его качество Давайте, вот, мы, если мы говорим на личное бытие У него, как бы, есть определенность И этих определенностей может быть много Соответственно, и качество может быть много Но если мы говорим про определение В определении это одно качество Значит, это что определение? Может быть, несколько? Нет, определений может быть несколько. Если несколько определений, значит определение одного и того же, одно можно вывести из другого. Вы можете так дать определение, что одно будет выводиться из другого. Так логически просто. Так сделать можно. Особенно в математике можно много определений найти, которые вроде как бы разные, но потом доказывается, что это одно и то же. Да, в математике это называется одно и то же. То есть их несколько, но в самом деле речь идет об одном и то же. Все рядом. Ну есть, я хотел просто бы на вашем мнении. Интересно, или нет. Так, сейчас я не знаю. Добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, как вы относитесь к психологии. Есть мнение, что это лженаука. Так как они отвечают к критериям научности. В последнее время все больше людей хватает большие деньги. Значит, тут два момента. Есть попытки психологию ввести, как бы систематизировать. Такие попытки применяются, как мне известно. Ну и вообще изучение человеческой психики – это очевидный раздел, который нужно систематизировать и как-то изучать. И задача психологии – это в том числе этим заниматься. Но второй момент на сегодняшний день, так сказать, появляется, поскольку граждане страдают и не понимают от чего. На самом деле они страдают от того, что за окном. А за окном капитализм. И это приносит определенные страдания гражданам. И они пытаются найти в себе какие-то проблемы. Если они это пытаются делать, значит, соответственно, есть граждане другие, которые пытаются на этом заработать. Но отсюда вот это вот россыпи этих психологов, которые чего только не разъясняют гражданам, что надо полюбить себя. Еще какая-то чушь вообще. Чего только они не разъясняют. Но при этом мое мнение, что психология – это наука. Она не сформировалась еще как наука. Это есть какие-то разрозненные знания, которые требуют систематизации, безусловно, и введения в ранг науки. Так, может, психология – это не наука, это психиатрия, вы бы говоря. Зачем разделять психологию и психиатрию, если это все изучают одно и то же? Психиатрия занимается психологией. Психиатрия занимается изучением конкретных трех заболеваний. Я сейчас, давайте мы об этом не будем, но конкретных трех заболеваний, в общем, серьезных. То есть они как бы, понятно, как верифицируются, понятно, какие таблеточки от них пить и что делать. Вот она занимается, и в этом смысле психиатрия, конечно, больше наука, чем психология, потому что там более систематизировано. Именно поэтому психиатр может назначать таблеточки вкусные, а психолог не может. Можно вот в продолжении вопроса про определение качества, мы сегодня рассматриваем такой пример капитализма, всеобщее товарное хозяйство. То есть вот всеобщее товарное – это как-то два разных качества? Одно качество – всеобщность, всеобщность товарного хозяйства. Всеобщность. То есть это вот так вот? Да, всеобщность, вот одно качество. Все должно быть. Я просто хотел сказать, что он более сложный пример, чтобы вернуться к этому. Вот есть, допустим, определение, такое явление, как фашизм, данное Димитрово. Там очень много всего перечислено. Это вас стоит расценивать как перечисление различных качеств в одном определении? Или это вот все через запутую – это одно качество? Что такое фашизм, с вашей точки зрения? Определение. Слушай, сейчас не воспроизведу, но это открытая террористическая диктатура капитала. Это идеология и политика наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала, заключающиеся в отбрасывании демократических процедур и переходу к открытой диктатуре. То есть, это идеология и политика, вот такое качество, вот такая специфическая идеология и политика. Это такая идеология, короче говоря. Ну и политика, и действия, то есть, это вот все вместе, да, вот это такое качество. То есть, как бы, если мы считаем определение, мы не должны там самым главным. Да, 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 да. Не то, что набросать мешок, встряхнуть и вот это определение. Хорошо, спасибо. Кирилл Владимирович, а вы говорили, вот психология, наука, не наука. Я вот слышал такое вот определение, по-моему, от Михаила Васильевича, что наука – это система знаний. Вы согласны или как? Да. Какая-то как будто бы недосказанность, какой-то коротенькая, вообще нет? Причем знания возведены в систему. Ну, надо сказать, вот когда знания систематизированы, то это наука. Я в психологии знаю, так сказать, читал какие-то книги. Я не являюсь экспертом, поэтому вот я сказываю здесь мнение о ней знания. Нет, я просто про определение в науке, вот как таковое. То есть система знаний? Да. Спасибо. Спасибо, товарищи, заканчиваем. Да, спасибо. Всем спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok